Сегодня прошло очередное заседание Магаданской областной думы, на котором губернатор рассказал о результатах деятельности правительств в Магаданской области за 2020 год. Всем известно, что в основе экономики Колымы лежит добыча полезных ископаемых, а в последние годы наш регион стал занимать лидирующие места в рейтингах по добыче драгоценных металлов. Итог прошлого года. Более 49 тонн золота. Такое последний раз было в 1974 году. И было добыто 572 тонны серебра. Считаю это ожидаемыми результатами государственной политики по стимулированию инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке. Однако это не предел. До 2024 года намечено освоение 8 новых месторождений с объемом добычи 12 тонн в год. Что касается строительства, то объем выполненных работ вырос до 27,8 миллиарда рублей. На строительство социальной инфраструктуры поддержана заявка на сумму 17,4 миллиарда рублей. Также на питерском форуме было подписано соглашение на 25 миллиардов рублей по реконструкции рыбного терминала. Кроме этого, губернатор сообщил, что бюджет прошлого года был исполнен с профицитом – более полумиллиарда рублей. Доходы областного бюджета выросли на 9,3 миллиарда рублей. Без возмездных поступлений получено больше на 2,8 миллиарда рублей, а налоговых и неналоговых – на 6,5 миллиарда рублей. На финансирование социальных отраслей направлено 63% всех расходов регионального бюджета. Подводя итог, можно сказать, что несмотря на все вынужденные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией в 2020 году, динамика социально-экономического развития Колымы осталась положительной. Практически все инфраструктурные проекты на территории области получили развитие. Есть движение. Можно сказать одним словом одно – это не только восстановление, это движение вперед, это прорыв. Я считаю, что работа поставлена на высоком, достойном и профессиональном уровне. Хочется только единственное, что пожелать, Сергей Константинович, в таком же темпе и не сбавлять.